Доброго времени суток YouTube, уважаемые наши контрагенты. Я вновь возвращаюсь к теме достоверности и качества прохождения психологических обследований для работников потенциально опасных предприятий. На ваших экранах вы сейчас видите замечательную картинку, всем вам прекрасно известную. Есть такая игра, которую люди используют, играют, вкладывают в нее деньги, называется она World of Tanks. У нас есть недобросовестные коллеги, которые осуществляют психологические обследования через интернет. Скорость передачи нервного импульса от одной нервной клетки к другой нервной клетке у человека составляет 1 миллисекунда. Средняя для мужчин она составляет 270 миллисекунд, а для женщин 250 миллисекунд. Как вы понимаете, мужчины у нас медленнее, чем женщины. Но я подвожу вас к мысли о том, что наши питерские коллеги и ряд других коллег предлагают проходить психологические обследования дистанционно, как это диктует 749-й Н-приказ, но через программу АниДеск. Я вам должен сказать следующее. Не ведитесь на этот развод, уважаемые контрагенты. Вас дурят, обманывают самым наглым образом. Ни один самый-самый-самый-самый быстрый интернет, будь то он от кого угодно, от Илона Маска или еще от кого-то, не обеспечит ту скорость передачи реакции человека, как это делается оффлайн. Мы делаем это обследование оффлайн, задержек через интернет не происходит, мы не пользуемся интернетом, все происходит на компьютере, на рабочем компьютере, на стороне конечного пользователя, ваших работников, которые проходят эти самые ПФО. А вот господа из Питера и еще из ряда лабораторий, к сожалению, делают это через АниДеск, через интернет. Результаты настолько недостоверны, настолько искажены, это все равно, что на телеге пытаться доехать до Марса. Я вам так скажу откровенно. Не ведитесь на развод, все дешево у них, конечно дешево. У них там стоит на компьютере программа ПЗМР, СЗМР, РДО, и они через АниДеск предлагают вам это ПФО пройти. Это лохотрон чистой воды, это бред собачий. Одна миллисекунда или же скорость интернета, которая в разы медленнее, нежели скорость передачи нервного импульса у человека. Собственно вы меня поняли, я об этом уже видео записывал, я буду еще раз записывать такие видео, потому что меня бомбит. Вас подставляют и даже не подставляют, вас обманывают, надувают и выдают желаемое за действительность. Оформляют вам документы, хорошо. Но по факту это нарушение всяческих правил, принципов работы грамотных, умных психофизиологов, которые учитывают все и вся и понимают разницу между скоростью интернета и скоростью передачи нервного импульса у человека. Нельзя замерить точно, даже близко нельзя замерить точно результаты по этим методикам, если вы это делаете через программы АниДеск и им подобным. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Продолжение следует...